Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать дизайн шелковой юбки. И я хочу показать, как нарисовать принт леопардовый. Притом не просто пятнышки леопардовые, а чтобы они были такие еще все из себя с дерганными краями. Давайте мы начнем рисовать с принта, потому что сам дизайн юбки будет достаточно простой и лаконичный, а все остальное будет именно за счет принта и выполняться. Я создала новый лист, открываю его, приближаю. У меня стандартный формат А4. И сейчас я буду рисовать пятнышки. Чтобы понять, какого вида пятнышки, вы можете посмотреть на фотографии леопарда и увидеть их такие пятна. Рисовать я буду просто вот такой заливочкой. То есть это замкнутый контур, который будет вот так себя вести. И плюс ко всему я потом покажу маленькую штучку, которую я посмотрела. То есть пятно оно получается не одного цвета, а у него еще как такой подцвет есть. Это мы сейчас тоже отрисуем. Соответственно, чем больше разнообразных пятен мы сделаем, тем более такой интересный будет наш с вами принт. Поэтому все-таки рекомендую посмотреть на основу, на реально леопардовые пятнышки. И это не значит, что их надо скопировать ни в коем случае. Ну, просто как пример того, как это должно выглядеть. Вот, они такие какие-то все полукругленькие. Но я не ставлю цель прям создать абсолютно леопардовый такой принт, а его имитацию. Вот у меня получилась группа пятнышек. Как видите, они все разные, все вольно нарисованные. Теперь нам нужен с вами эффект. И здесь нам нужно огрубление. Исказите трансформировать, огрубление. Смотрите, что там у нас происходит с нашими пятнышками. Мне нужно, чтобы у них был такой очень интересный край. Рифленый. Вот сейчас мы здесь его, конечно, с вами и настроим. Как он будет смотреться. Когда я понимаю, что меня устраивает, я говорю, окей. После этого делаю небольшое смещение. Ctrl-A, выбирать все. Маленькое смещение. Так, монтаж на задний план. И это вот та маленькая хитрость, про которую я говорила, что у нас будет как будто бы, ну, под пятнышком еще под тон такой. На задний план. Вот. И за каждым пятнышком будет вот такое, как под пятнышко. Это будет создавать большую такую иллюзию объема. Теперь из этого всего мы формируем с вами принт. Делаем двойной клик. И смотрим, чтобы он у нас был равномерным. Соответственно, возможно, нам потребуется все-таки шестиугольник. Сейчас мы сформируем, чтобы принт был более равномерным. Чтобы все пятнышки, которые вылезают за края, располагались равномерно. Это вот как раз сразу видно, вот там, где что-то пересекается. Мы это сразу можем отработать и, соответственно, переместить по необходимости. Так. Вот этот кусочек сюда. Вот этот немножечко повыше. Видите, сразу понятна там равномерность. И вот при таких... Оно формирует по принципу сетки, вот такое, да, но все равно оно потом формируется прямоугольником. Так. Что у меня произошло? Я нажала на кнопочку ОК, и у меня все слетело. Вот. Вернула назад. Сейчас мы доредактируем то, что происходит, и потом уже будем дальше. Вот. Говорю, готово. У меня залились мои пятна моим же принтом, поэтому так все выглядит. Теперь смотрите, как это будет смотреться в большом куске. Вот. Но этот принт сейчас не имеет фона. Соответственно, видите, когда на серый фон попадает, у него нету фона. Фон сделать очень просто. Мы вытаскиваем с вами вот этот прямоугольничек. И вот смотрите, он нам сформировал. Вот он, квадрат. Это и есть наш с вами рапорт. Если мы сейчас так разгруппируем... Я сейчас копию создам, чтобы удобнее было посмотреть то, что происходит. Вот. И вот этот квадратик на передний план переложим и создадим обтравочную маску. Вот это и есть рапорт нашего принта. Если мы его будем многократно повторять, подстраивать друг под друга, то вы увидите, что он стыкуется и бесшовно вот так вот смотрится. Вот это и есть рапорт. Размер этого рапорта мы определяем, мы его экспортируем, и мы его можем отправить на печать. Но я хотела сделать фон. Это я просто показала, как рапорт вытащить, потому что многие задают этот вопрос. Мы с вами Ctrl-C, Ctrl-B дублируем эту штучку и делаем заливочку. Соответственно, заливку делаем того оттенка, которого нужно. Я хотела такой вот молочный сделать. Вот, соответственно, нам нужно теперь вот этот прямоугольник без цвета заливки, без цвета контура поместить на задний план, все вместе выбрать и закинуть в заливки. Все, у нас сформировалась наша заливка. Мы ее сейчас проверим. Вот она, наша заливочка сформирована, и теперь мы ее можем применять туда, куда нам надо. Ну и, соответственно, мы у этой заливки можем еще и цвет поменять через замену цвета на любой, который нам будет актуальным. Соответственно, и цвет фона тоже меняется. Можно менять вот здесь. Если вы понимаете, что вам это не подходит, то здесь всего три цвета. Можно поменять через, соответственно, эти цвета. Ну, например, здесь сделать фиолетовый, здесь сделать более такой зеленый. Здесь вообще сделать бирюзовый такой. Цвета могут быть любые, как бы сами смотрите, какой цвет для вас будет актуальным. Ну, и, например, все-таки вот этот. Вот. Получить другой цвет того же самого принта, и он будет смотреться совершенно-совершенно по-другому. Теперь мы сохраняем этот файл, чтобы он у меня был в папочке. Print Leopard. Можно его затянуть в библиотеку образцов, но я больше люблю просто сохранить файл, и потом его открыть при необходимости. Переходим на наш с вами шаблон. Сейчас мы его откорректируем. Этот шаблон можно скачать у нас бесплатно на сайте. Ссылочку я оставляю под видео. Заходите, пожалуйста, скачивайте. Доступ свободный. Так, рукавчики я убираю. Наши ручки, точнее, не рукавчики, а ручки. Вот. Так, чем удобен именно такой шаблон? Мы сейчас с вами сразу увидим длину юбки. Берем пером. Так, у нас это должна быть единичка черного цвета. Вот. Приближаю шаблон. Не люблю прижмуриваться к экрану, а мне проще, когда вот я могу просто посмотреть. Здесь, собственно говоря, стоит вопрос, хотите вы его нарисовать симметрично или вы готовы к тому, что она будет немножко несимметрична. Соответственно, вот здесь по бедрам юбочка будет вот так вот мягко идти. А дальше я бы нарисовала эту юбку несимметричной для того, чтобы показать мягкость и вот, собственно, что вот она живая, да, такая. Опять же, можно сделать полную симметрию, никто вам этого не запретит, это ваше право. Так, и вот здесь немножко сейчас я поправлю инструментом опорная точка и Direct Selection. Так, немножко в сторону. Опорная точка позволяет дергать одну направляющую вне зависимости от другой. Так, вот она моя юбочка, у нее будет пояс. Видите, как удобно, что шаблон уже прорисованный, все у нас есть. Так, теперь нам нужно нарисовать выточку. Вот, соответственно, для выточек тоже все нарисовано. Выточку можно сразу сделать симметричной. Так. Оп. Вот, и теперь поправим немножечко линии, немножечко тени. Соответственно, здесь вот будет такая линия красивая. Поскольку здесь нету большого количества вот этих складок, просто вот, ну, немножечко показать, что они тут вроде как присутствуют. Линии, как я называю, получаются очень грубые топорные в таком рисунке, но мы это все вместе выбираем. Вот здесь вот в обработке у нас есть прекрасные функции потоньше. Вот они у нас получились. Ну и, соответственно, можно нарисовать пятнышки теней, которые нам будут формировать объем. Одну, вторую и третью. Так. Я не перешла на новый слой, и за счет этого цепляются линии. Вот это очень не люблю. Вот, они смотрятся сейчас немножко топорно, немножко грубо тоже. Но это очень просто исправить. Мы все вместе выбираем. Соответственно, делаем заливку черным без цвета контура. И в прозрачности ставим непрозрачность. Вот так. Мягкие тени. Если у нас основа с вами залита белым цветом, все у нас прекрасно видно. Также я знаю, что у многих проблемы с тенями. Вот, например, в этой юбке можно очень просто и лаконично очертить тень вот здесь по краю. То есть она будет... Представьте себе цилиндр. То есть цилиндрически она будет вот здесь ее описывать. Притом она не должна быть какой-то супер жесткой или супер фигуристой. Просто вот так вот цилиндрически с этой стороны. И то же самое сделать с этой стороны. Но может быть она там чуть более вольной формы такой вот будет. Вот. И у вас будет создаваться ощущение некого цилиндра. Чем, собственно, похоже на юбку. Соответственно, все будет выглядеть прекрасно. Вот так. Вот. Мягкие тени, они как бы там есть. Есть линии, обозначающие легкие складки. То есть, ну, очень такой вот простой базовый лаконичный эскиз. Все это вместе мы с вами сгруппируем. Соответственно, нужно нарисовать спинку, написать техническое описание. Как она обработана, какой толщины пояс, соответственно, где там у нас потайная молния. Или, может быть, сзади она на резинке будет. То есть, вот это все описать, чтобы конструктор мог построить эти лекала. А мы сейчас создадим две цвета модели. Давайте с одной начну. Соответственно, что мы делаем? Мы копируем вот этот принт. Ctrl-C. Ctrl-V. Delete. Оно сюда у нас сразу залетело. Двойной клик перехожу в режим изоляции. И у меня только два объекта, которые нужно залить. Это пояс и основа юбки. Выбираю. Получается очень-очень крупно. И я сейчас подберу масштаб принта, соответственно. Ну, что такое? Нет, так мне не нравится. Давай-ка принт мы будем с тобой делать. Только принт на 30%. Сейчас выберу заново, оно капризничает у меня. Такое бывает, это нормально. Так, выбираем. Вот, смотрите. Так. И подбираем размер принта, который для нас будет актуален. Например, вот так. Все, двойной клик. Так мы вышли. Смотрите. Достаточно мягкие тени. И, в принципе, их можно сделать пожестче, чтобы они были видны на принте. Это уже зависит от того, какая у вас заливка. От этого уже регулируется, насколько ярко нужно делать тени для того, чтобы они были все-таки видны на эскизе. Да, они растворялись в принте. Потому что очень агрессивный принт, когда такой вот леопард. Вот так. Давайте вторую юбочку сделаем. Сейчас расширю немножко поле. Сместим. Вот. И у нас с вами есть второй вариант. Сейчас я посмотрю по цвету. Устроит у меня или нет. Может быть, мы его еще отредактируем. Так, волшебной палочкой все выделяем. Оп. Вот такая вот получилась у нас вторая с вами юбочка. Ну, в общем, можно посмотреть. Как бы оно это не оно. Подходит оно вам или не подходит. Нужен вам какой-то другой оттенок. Можно, например, попробовать... Сейчас посмотрим. Попробую сейчас кое-какой другой оттенок. В основу, например, сделать... Другой цвет. Так, ну что такое? Так. Ну, например, такой какой-то мятный. Этот сделать наоборот, такой более сиреневый. В общем, здесь можно поиграть. И сделать актуальную для вас цветовую гамму. Например, вот так. Уже совсем другое ощущение. Ну, как бы оно по-другому смотрится. То есть мы можем это оставить. И вот на ней, смотрите, уже тени смотрятся слишком агрессивно. И их надо смягчать. Потому что... Другой оттенок. И вот здесь у меня еще пропали цвета контура. Они тоже у меня тут слились. Что мне не нужно? Вот так. Вот. Можно сделать так. Можно все-таки еще один вариант. Вот, который и был. Сейчас посмотрим. Тут уже пошла работа дизайнера. Соответственно, подобрать тот вариант, который вас устроит. Можем оставить три варианта. Напишите мне, какой вам больше понравился. Мне понравился. Вот так. Вот. Один дизайн. Один принт. Три разных цветовых сочетания. И совершенно разное восприятие изделия. И принты это очень большая часть дизайна. Потому что бесконечно придумывать конструкции невозможно и не нужно. Есть удобные универсальные конструкции. Ну, типа прямой юбки или футболки. А вот уже обогатить его принтами и дать ему другой дизайн, другой внешний вид. Это всегда очень интересно работает. Вот. Смотрите наш пример. Очень простая по своей конструкции юбка. Но наложи на нее абсолютно другой принт или сделай однотонно. Она будет смотреться всегда по-разному. Пробуйте. Используйте. Если вам понравилось, ставьте лайк. Пишите комментарии. А мы идем дальше. Пока-пока.